Привет, народ! Моё имя BlacksInfinity, и вы на моём канале, а сейчас мы будем с вами смотреть реакции на трейлеры игр. Первая — это Gotham Knights, вторая — это Suicide Squad, Killer Dust, Sleek от Warner Bros. Montreal и от Rocksteady, которые подарили нам трилогию Arkham Knight. А эти ребята подарили нам... ой, то есть трилогию Arkham, а вот эти подарили нам Arkham Origins. Что же, заценим? Смотрим. Warner Bros. Games. DC. Российские заявили, что они обнаружили тело, который уничтожил в уничтожении, и мы все еще ждем для дополнительных деталей. Это все, что большая часть строительства действительно уничтожила национальную новость. Вернер Bros. Монреаль Продакшн представляет. Теперь мы можем подтвердить, что миллионер-филантропист Брюс Уэйн... Если ты слушаешь это, я уничтожил. Да, это продолжение Arkham Knight. Это Джейсон Тодд? Нет, подожди. Главное, не позориться сейчас. Он уничтожил криву и все, что уничтожил. Мы both знаем, что не будет долго, чтобы граждане Готамовы вероятны, что Батмен уничтожил. И ты не можешь рассчитывать на ГСПД. Ты никогда не вернулся на нас, когда Джим умер. Джим Гордон, плюс эф-чат. Готам не нуждает своих защитников больше, чем никогда. Найтвинг. Но актер озвучки другой. Но это... О, Робин. Не, но это продолжение СТО Кудру. Какое-то. Я знаю, что вы оставите Готов в безопасности. Удачи. И прощайте. До слез. Бэтвумен. Робин. Или Бэтгерл. А, Бэтгерл, извините. Найтвинг. А, нет, Бэтвумен тоже есть. А, Бэту. Мам. Я же стала максимально сейчас похуй на происходящее А где Бэтмен? Ну все From Кремен Файл Я не успел прочитать Короче, нихера Из Виджиланити в героях Линчеватели в героя Долго слово переводил Это что еще за порталы? Ну, уже лучше мстители От героев К легендам сейчас будет написано Да, я угадаю From Heroes to Legends, да? Мистер Фриз А, в Рыцаре Ну да, Готэм Найтс, короче Просто Готэм Найтс без Бэтмена? А, да, просто Готэм Найтс Рыцаре Готэма Вот это они делали 7 лет А вот это Бэтмен? Ага, судцов, понял Никто не говорил о них Понял Никто не говорил о них Никто не говорил о них Никто не говорил о них Потому что если вы пытаетесь Крыть их Тогда Металу Страх Она Металу Я Патрик Реддинг Так, снег хуёвый Сразу видно Это не 2021 года игра Белфри Лагает А почему 5 фпс? Можно узнать Можно узнать, почему в игре 5 фпс На какой приставке это записано Все, короче, неиграбельно Это неиграбельно Я уже вижу Это просто пиздец Робин присоединился к сессии Понятно, очередной тостан Ты понял, да? Да я смотрю, это какой-то, но... Ну, прух, да Прух-помент Это похоже на Аркан Найт Под наркотой Это Сейнтс Роу в стиле Да, да, да Сейнтс Роу 3 Что-то происходит Я говорю, как осуществители будут Ну, да, да Не зря же они все блестели там, блядь Синим, красным, фиолетовым Да, блядь, у меня лагается, нахуй Ха-ха-ха-ха Два фпс, понял Блядь, ребят, ну игра не оптимизирована Ну че, нормально все будет, че-то, блядь Да мы дообили Если кто-то спросит, я должен сделать это Я не скажу ни слова Воплощать, текстура проваливается внизу Это нормально для 2021 года? Там видно дыры О, там, блядь, полоски хп у мобов О, да, кстати, полоска хп Десятого уровня они Ебать, блядь, какой же... Ну все понятно Мобы десятого уровня 152 отлетает Как же я это ненавижу в играх, боже Просто на весь экран опять эти цифры, как в Assassin's Creed Ну, да, пиздец Че унес волосами, посмотрите на волосы Это что, это какой год Я уже уйду, а че я хочу А что это, как бы, такая аналогия и hvorк он стоит Ну да, видно так Ну да, видно так Ну это так и выглядит Вспомни-то Мы увидим следом Вы не сможете идти на уровне! Никому не нравится просто. А ты можешь на понятие? Нет? Нет, кому-то, наверное, нравится. Я сейчас зайду... Он говорит, это было так хорошо. Как же он лицемерит. Опа! Погнали на Тоненького. Warner Bros. Games. Чё, пошло? DC, да. Ура. Смотрим. От создателей серии Batman Arkham. Нифига, это этот, что ли, Brainiac? Нихуя. Rocksteady. Metropolis. Блин, это уже выглядит лучше, чем говно, которое показали в начале. Дай мне сексу. Я имею в виду на тарган. Используется к кусочкам. Где ты в тарганах? Я везу. Сейчас покажут новую Харли Квинн. Вы готовы? Также я обожаю Харли Квинн. И она в образе из отряда самоубийц фильма. Ура. Ура. Аргус-3 берет сильный огонь. Пойдем в парк-ридж. Асап. Не волнуйся, босс. Мы готовы. Эй! Бумер! Снимай супресленный тарган. Бумеранг. Бумеранг. Он сыт, понял? Бумеранг, он сыт, понял? Да нет, не сыт. Что это? Что это такое? Ладно, ладно, ладно. Австралийский для Хэггл? Это Дэдшот? Я думаю, что я могу переводить. Бумеранг имеет конкурсию. Из-за врага, которого ты потерялся в нашу последнюю встречу. Я думаю, что эти очки ярче, чем твои глаза, шарк-мэн. Ты никогда не потерялся? Я никогда не потерялся. Да, да, мы не знаем, ты никогда не потерялся об этом. Тракт Форс-X. Альфа-таргет в открытый. Пойдите в Метроболос-Грэнд-Отел и пригодитесь. Прежде всего, что я имею в виду, чтобы бросить эти бомбы в твои головы. Фига, Бумеранг крутой. Фига, Бумеранг крутой. Тракт Форс-X. Понял. Смотл. Ну, а то должен по-крусить несколько лет один из предметы. Это 기억ает мне о что-то. Смотри, это Супермен! Супермен просто спасал этого пилота! Какая шелла! Бейтся, Фэндекс! Мы на высоте секретной миссии здесь! Нет! Нет! Он под контролем! Брейниак, походу, да? Так, вы решили, кто мы убили? О, черт! Смешно! 2022-й! Жесть! Что же, ребят, я посмотрел трейлеры этих двух игр. Что можно сказать? Что можно сказать по этому поводу? Непонятно! Непонятно! Почему? Во-первых, первая игра. Gotham Knights. Насказываю про Gotham Knights сначала. Вкратце. Не знаю, что там разбирать. Посредственный геймплей, посредственную графику времен 2000. Знаете, вот, давайте сначала я поговорю про то, как я оцениваю игры. Первое, что мне важно в играх. Первое. Геймплей. Окей. Мне все равно на сюжет. Потому что, смотрите, какие игры главные в сегменте, в какие игры играют больше всего. Это онлайн. Там нет, там есть сюжет, но кому нахуй играть? Dota 2. Counter-Strike Global Offensive. Всякие Battle Royale. Overwatch. Не знаю. Все, что вот это. Онлайн. Драчи. В них играют. Там есть сюжет? Есть, но он так. Где-то есть, где-то вообще нет. Кому нужно? Правильно? Все играют в эти игры ради того, что они как геймплей на дрочильной, созданной почти идеально. То есть это идеальная дрочильная, от которой сложно отрываться. Даже понимая, что это говно, тебе сложно отрываться от этой дрочильни, потому что геймплей там настолько выверен. И так должно быть в любой игре. Любая игра оценивается в первую очередь по геймплею, потому что это игра. Ну, лично у меня так. Если геймплей говно, то какой бы сюжет не был гениальный, как в Spec Ops The Line, игра хорошая не станет. Как же мне прожужали голову давным-давно. В Spec Ops The Line это такая игра века. Там такой сюжет. И начал играть и чуть не уснул на втором часу, потому что геймплей стрельбы там был отвратительный. Просто нахуй. То же самое можно сказать и про Bioshock Infinite с его посредственной аренной идеей. Поэтому для меня геймплей на первом месте – это главное, как играется. Вот это главное. Второе – это технические элементы. Это графика. Это дизайн проработки оверлея, худа, менюшек, вот этих всех, того, что происходит на экране. То есть вот это все. Это второе, потому что это тоже, ну, глазами, это тебе приятно. Ты играешь, и визуально тебе должно быть приятно в это играть еще. Потому что если будет неприятно, играть в старые игры уже невозможно. Ну, в какие-то можно поиграть, ну, поностальгировать, понимаете, поностальгировать. То есть в которые я играл. Но если я буду играть в старую игру, в которую я не играл, будет сложно. Да мне и сложно, на самом деле, в эти игры поиграть, поностальгировать. Пытался я поиграть в Star Wars The Force Unleashed и дробь вам вторую миссию, потому что это было крутой. На третьем месте оказывается сюжет. И не забывайте то, если геймплей крутой, а сюжет говной, это не значит, что игра может быть шедевром. Потому что все это работает вкупе. Это просто последовательность того, как я смотрю и разбираю, анализирую какую-то игру. Это процесс. Это процесс. Но это не значит, что сюжет не важен. Он тоже важен. Просто он стоит у меня на третьем месте. Потому что это не фильм. Это не книга. Это не сериал. Это не театральная постановка. Это... Хотя в театральной постановке тоже... Ну, сюжет тоже важен, но там важны актерские действия. А в опере сюжет, кстати, тоже стоит на последнем плане. Там важна оперная постановка про прописи Брэд Влада. Но это уже... Свои, так скажем. Демоны. Ну, в общем... Но это все работает вкупе. Просто я говорю, что игра... Вот смотрите, мы берем две игры. В одной сюжет средний, но геймплей гениальный. А в другой игре геймплей средний, но сюжет гениальный. Какая игра для меня будет лучше? Первая. Потому что в нее интереснее играть. Потому что игра... Игра в первую очередь делается для того, чтобы ее играть. Конечно, можно... Если хотите со мной поспорить на эту тему, заходить на стримы и там заводить полемики. Это видео я просто сейчас сказал, чтобы вы понимали. Bottom Night. Как игра выглядит просто как говно. Просто как говно. Вот эти цифры отлетающие. Это просто невозможно смотреть. Огромная шкала у боссов. Это, походу, будет такая же... ММО, КООП. Что-то там все вместе дрочили со скинами. Как последние Мстители. Просто неиграбельное картонное дерьмо. Прямикобы в 2000х годов. Но решили... Которые выпускают... Даже не в этом, а в следующем. То есть... Мстители их опередили. Они как бы первыми решили обосраться. Посмотрим на оценки Мстителей говно из десяти. И будем ждать Готэм Найт. Я не знаю, что сказать про Готэм Найт. Про Готэм Найт я все, в принципе, сказал в реакции. Просто не о чем сказать. Я не знаю. Это не продолжение Arkham серии. Это что-то совершенно свое. При этом Бэтмен тут умер. Ну и в Suicide Squad The Kill The Justice League. Потому что Suicide Squad это, оказывается, продолжение Arkham серии. Продолжение Arkham Найта. И там Бэтмен умер. То есть Бэтмена нельзя будет убить в этой игре. И нахуй я эту игру сделаю? Вот вопрос, да? Вот вопрос намечается. Как бы. Вот. Я, например, вот увидел название Kill The Justice League. Первое, что я захотел убить Супермена. Второе, убить Бэтмена. И мне тут говорят, а Бэтмен уже мертв. Его убили. И я такой, бля, но я не куплю игру. Вот мое мнение, вот сразу. Но я куплю игру, конечно. Но вот у меня сразу вот человек потенциальный. Гик. Он такой, бля, я хочу всех убить. А ему говорят, а Бэтмена нельзя. И все, разочарование, боже. Ну как так можно? Если вы называете игру Kill The Justice League. То надо включать всех из Justice League. А если вы убираете какого-то члена Justice League. Justice League. То надо писать. Suicide Squad Kill The Justice League without Batman. Вот так надо называть игру. Чтобы люди не думали. То есть я уже подумал. А думать не надо было. В армии учили меня. Не думай. За тебя все придумано. А я вот сейчас опять начинаю думать. И пиздец начинается такой. Вот. Лучше оставить все как есть, короче. Ха. Кой же тебе бред сейчас не скажу. Но по Suicide Squad я не знаю, что сказать. Она уходит на год позже, чем годом. Знаете? Мы видели только Сиджайный трейлер с четырьмя персонажами. В принципе мне понравился Сиджайный трейлер. Он сделан в своей стилистике. В отличии от Gotham Knights. Хотя непонятно. Там вроде это стилистика Аркама. А вроде это какая-то хея. И вообще просто уныло геймплей. Все уныло. Графон прямиком из 90-х. Когда у нас уже новое поколение. Я не знаю. А это ААА игра с графоном из 2000. Из Аркама Сайлова? Ну что, блин? Кто, блин? И геймплей. То есть, ну, смотрите. Вот геймплей на это просто какое-то дрочение. Там забивается. Это все выглядит по динамике хуже, чем в Arkham Knight. Какие-то цифры отлетают. Это все какое-то... Не просто в обычный RPG какой-то переводится. Какое-то MMO-RPG. То есть реально, чтобы донатили, донатили. Скины. И геймплей на говно. Технически выглядит вообще, ну, просто не очень. Неосязаемо. А сюжет, наверное, не будет. Нет. То, что это будет какой-то дрочи. И зачем это покупать? Кто это будет ждать? Ну, трейлер засрали. То есть, объективно, там дизлайки стоят. Я уважаю ребят. Засрали. Молодцы. А про Suicide Squad. Геймплея, к сожалению, нет. И я сказать ничего не могу. Если нет геймплея у игры, то сказать, в принципе, нельзя. Можно только сказать, что трейлер был прикольный. Но это был CGI трейлер, который не показал нам никакой сути. Только раскрыл сюжетные элементы. Сюжетные элементы меня интересуют. То есть, это интересно. Но про Бэтмена отдельное зарекание. Вот. Все эти игры я буду, конечно же, проходить. Мстители мы будем скоро проходить. Уже через недельку, наверное. На моем твич канале. Подписывайте обязательно, кто еще не зафоловился. Сожалею у вас. Там вишни реально происходят. Пропускаете потом. Вот так. Это было мое мнение по поводу новых игр DC. Жду только отряд самоубийц. Жду геймплей пока что. На первую игру уже положен официальный крест. То есть, это неиграбельно. Это... Оценка максимум 5 из 10 может быть у этой игры. Все, ребят. С вами был я. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии, что думаете по поводу. Всем удачи, всем пока. Берегите себя. Покедова.